Воскресная программа 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 Вот явился Дмитрий Шагельский, який, вы памятаете, обвестил в докладе и поставил Лукашенко диагноз «мазайчная психопатия», и он так само пишет, что недзе 38-39% на сегодняшний день пришли на выборчие участки. А саправдой, я веру в этой лечбы, тому веру, что беларусам просто уже астачарцела голосовать, голосовать за одного и того ж, голосовать за одну и ту же владу. Усимус разумел, что будет та же влада. Ну, чему ходить на тот же выборчий пункт и опускать свой бюллетень, коли только не за пивом, не за колбасой, не за бутербродом с червоной рыбой, так, то, что было за советским часом. И семгой местного отлова. Отлову, справа, да. Несанкционной для России семгой. Норвежская, какая зараза белорусская, и идет в Россию. Да, которая сейчас завелась. Я, 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 как раз подивлюсь, коли высветлилось, что беларусы головные поставщики киви у Россию. Серьезно? Ну, расте, расте в беларуси киви. Когда-то спрашивали, а что это? А что это? Оказывается, Беларуси сейчас стали выращивать киви. Ну так, расте, сдается, взрывая. Я не веду, где она полезется, это на нашей кухне. Так, еще одна информация, я просто оперативно працую зараз от Силчек Степаненко и от той же Татьяны, яка издается по телефону ГЭТА ВДАЯ. Выдают, что яны не пайшли галасовать за Барсика и 200 украинских боевиков. Кто такие 200 украинских боевиков, я не ведаю, але вось за Барсика треба было прогаласовать, бо гэта саправдный был бы президент для Республики Беларусь. В гэты час, по меньшей меры. Ярослав, я прошу прощения. Вы знаете, я вчера читал, ну я читаю некоторую литературу, будем называть ее эзотерической. И вот один человек, достаточно в России известный человек, в кругах эзотерических или парапсихологических, и он пишет. Причем, что самое интересное, я, кстати, с этим полностью согласен, поскольку я читаю и другую литературу тоже. Так вот он пишет. Люди, на самом деле, вот мы все с вами, скажем так, мы находимся все в иллюзии. И мы считаем, что выборы президента, в том числе, они на что-то влияют. Да ни на что они не влияют, поскольку уже там, скажем, где-то там наверху, все давно предопределено, и что-то для чего-то уже запрограммировано. То есть существуют какие-то силы. Мы об этом говорили, правда, не в воскресной программе, а мы говорили там в других программах. У нас есть Торрингс, Пятница программы, где что-то непознанное, что-то непонятное. Ну, непонятное, непознанное для тех, кто вот не читает эту литературу. И на самом деле, еще раз, все предопределено в том плане, что есть действительно какие-то силы, которые просто делают так, что кто-то приходит к власти. И, по сути дела, потом вот этот вот тот, вроде бы вершитель судеб страны отдельной, республики или даже какого-то отдельного района, они на самом деле марионетки в руках каких-то высших, будем так говорить, сил. Как вы к этому относитесь? Михаил, тогда я уже, как журналист, поставлю до вас пытание, и пытание будет вельми конкретное, або вы большие специалисты в этих справах, якие силы и улады, и якие высшейшие силы могли привезти до улады того ж Гитлера. Того ж Ленина со Сталином я ведаю, якие, бо тут некий российский менталитет, стародаунный российский менталитет, веу до вось такого диктаторства. Але германский менталитет неверагодна прывеу гэтага человека до того, што уся нация просто з'ехала с глусту, як кажуть в Беларуси. Просто з'ехала с глусту. Ну, на самом деле здесь, еще раз, это, так сказать, мнение определенных людей, мое, в частности, я могу предположить. Я, конечно же, не знаю, я не вхожу в состав этих высших сил, я могу только предполагать. То есть, что-то дается для чего-то. Это называется карма, и человек, который получает какой-то сигнал, он должен его проанализировать. В чем заключается этот сигнал? Для чего он нам дан? То есть, все, что нам дается, все, через что мы проходим, включая наши жизни, это всего лишь цепь каких-то последствий, действий и следствий. И вот, если сигнал, который мы получили в виде Гитлера, который чуть ли не, действительно, не покорил весь мир, не завоевал все, на него было совершено, как вы знаете, покушение, одно из этих покушений, одно их было много, вероятность, когда бомба взорвалась, буквально там, чуть ли не под ним, вероятность его, скажем, то, что он останется в живых, была одна к нескольким миллионам. То есть, такой вероятности вообще не существует. Каким это все, каким образом это произошло? Как это могло быть? Столько все-таки покушений, и ни одно не оказалось успешным. То есть, это речь идет о том, что нам, всем нам, вот это был сигнал о том, как надо правильно вести, как надо жить, и как надо реагировать на то, что возникают вот такие вот демонические силы, и как с ними надо сопротивляться. Только и всего, это просто определенный сигнал, это просто этап в развитии земли, в развитии населения, и как к этому мы все относимся. Так вы понимаете, какая штука? Опять же, если мы возвращаемся, мы немножко отвлекаемся, естественно, точнее, не немножко, а много отвлекаемся. Не-не-не, мы саправдуем зараз у теме, потому что гэта справа о диктаторах, гэта справа про тое, что все ж таки диктаторы на гэтой планете яснуют, и мы не можем ничего с гэтым зарабить, и вот таки надзиву апынуется у нашей родзиме уже, кольки гаду. Ну, смотрите, еще раз, опять же, можно предположить таким образом, если мы говорим о карме, о которой, естественно, кто-то слышал, но большинство нет, и даже и верят в это дело, то существует такая вещь. Человек совершил действие, и он должен получить реакцию на это действие. Вот что называется последовательность. Так, так, Михаил, я на крыков вас перерыву. Опошние датины от Тудбай, 74,61% на датины момент. Ялка на выборчые пункты. Ну, гэта уже, мне падается так, что гэта так самая официйная личбы, бо 74 я никак не наличвау сам, а ли вы были крыку побольше? я говорю, 73,8% мне почему-то казалось, у меня была такая цифра. Ну, мы движемся вперед, а у вас было 80. А ли это заявки? Ну, как раз таки вот это вот имел. Кто голосовал, мы еще не ведаем. Да. Из-за кого? А нет, я как раз таки думал, что процент проголосовавших за Лукашенко будет вот такой процент. Я так сам и отличивал процент проголосовавших и на вид за Лукашенко. Не те, кто явились, понятно, на выборные участки. Первая личба ближе и до вас. Ну, у нас еще есть два часа. Да, так вот, возвращаясь к арме, значит, существует такое правило, или существует, я бы сказал, такой закон. То есть, человек, который совершил какое-то действие, он обязательно получит реакцию на это действие. Это не обязательно, что это действие, реакция, точнее, произойдет именно в этот момент, в этот час, в этот день, в этот год и вообще в эту жизнь. Поэтому есть люди, которые делают совершенно противоправные, совершают какие-то поступки, но, тем не менее, живут в свое удовольствие и доживают до глубокой старости, и никто, как бы, никакая карма их не находит. Не находит, да, в этой жизни, поскольку, скажем так, позапрошлой жизни, они совершали все-таки какую-то хорошую, допустим, какие-то поступки, и поэтому эта жизнь все-таки отработка той хорошей кармы. Но, тем не менее, наступает момент, когда вот то, что они делают в этой жизни, она проявится, возможно, скажем так, в следующей. И вот существует карма одного человека, существует карма рода, существует карма города, существует карма нации. То есть, как ни странно, и как это не кощунственно может звучать, ну, вот, скажем, если мы берем в расчет Гитлера, Гитлер, это просто, скажем так, орудие в руках правосудия, будем так говорить, высшего, скажем так, потому что где-то, как-то, вот эти люди, которые, ну, так, еще раз, это не мое мнение, это так описывается в некоторых книгах, вот, собирается, вот, скажем так, люди куда-то в одно какое-то место, и там происходит землетрясение. Ну, не знаю уж, как и как что, вот так это описывается. Верить или не верить, согласиться, соглашаться или не соглашаться, это, безусловно, наше право. Ну, вот, это можно предположить, что, возможно, это так. К сожалению. Практично, Михаил, я вымушенны у вас, знов таки, запытаться, а чому все на беларусов так валится? Вот, чому на беларусов так валится? Кали и першая сусветная, и другая сусветная. Ну, зразумела, геополитичная, як быцем бы, становище Беларуси, дозволяя усим, кому не лень, кататься праз яе, гэта сапрауды так. Але, вось, чому, кали праз Беларусь, уже никто не катався, прайшоу Лукашенко, и он знову катается унутры Беларуси, и будешь ше пять гадов кататься. Тольки што вышла заява ад Лукашенки до оппозиции. Вось, тольки што. Выбары скончываюцца праз полторы гадзины, пачынайте жить по закону. Гэта от Лукашенки. Пачинайте жить по закону. По якому закону. А до этого не было закону. А, до этого видать, не было так. Такая справа. Все было в беззаконии на 21-го. А за зараз на 20-яким стих году мы почнем жить по закону. речели жить по закону. Судовно, судовно просто. Я и веселюсь, и плачу одночасово, глядяши на все. Это неверогодные справы. Просто неверогодные. Вось так, вось шаму это все беларусам. Ну вот, смотрите, я вам, скажем так, существует ответ на вопрос, а существует вопрос на вопрос, да? Ну так. Вопрос на вопрос. А скажите тогда, а почему... О, это интервью. Зараз я працую с вами, как журналист. Расскажите, а почему тогда еврейская нация постоянно и везде преследуется? Почему постоянно какие-то нападки? Почему все время чуть ли не притча в языках стала еврей? Знаете, я читал, кстати, я могу отказать с двух пунктов, с пункту гляджения храстаянина и с пункту гляджения социального человека. Это два разных пункта. Расскажите. С пункту гляджения храстаянства это, ну, як быцем, за што были все погромы, вы ведаете, нехай даруе нас ты, кто слухает зараз, як бы еврея хрыста распяли и все. Это основный пункт гляджения. Еврея не распинали хэста, это мы знаем. Ну, саправды, не яны и не евреи и може не хрыста. И може не распинали. Може не распинали, так. Это особный пункт. А другий пункт того, што все ж таки иудея была неудобный народ на той территории, який был под Римской империей. Все ж таки, тое, что отбывалось с иудеями в 20-м стагодзе, и тое, что отбывалось с ими при часах Иосифа Флавия и паустанне Баркохбы, это особная справа, бо тады даже Римляне писали, что и Флавий писал, что калі ты бачиш иудея з мячом, лепш беги от яго. И это было так, бо яны змагалися за себе, за свою свободу с такой силой, что просто сила Римской империи была больше. И таму их так распаусюдзели по свету, просто раскидали, разрушили храм тады, и такая вот рэч отбылась, але гада тольки таму, что большая сила, имперская сила была высшей за тую силу, якая просто отстоивала свою нацию. Але іншая страна медаля просто от Лукашенко уходим в историчные часы, але мы про сучасные выбары. Але не будем забывать про тое, что иудэйская царство на той момент было неким настольки мелким, што калі таратаряльна, вы сёдня праглядзите па мапе, вы не убачите таго иудэйская царство, бо мы ведаем па библейских текстах, хто такий был Давид, хто такой был цар Саламон, хто такий был Авраам, и гэта иудэйская царство, не было такого иудэйская царство, ни для греков, ни для рымлян, бо яны не бачили, ва упор не бачили, поверцы мне, яны катались туды и сюды, македонске проходил празиудэйская царство, просто не змечаюч его нават, просто для его не было, рымляне проходили, ставили прокуратора, и шли далей, бо для них не было иудэйская царство, для них была далей Сирия, ось там было сурьезно, далей были персы, ось там было сурьезно, там яны воевали, а тут нема с ким было.